Ну капец, что этот Витя натворил? Я слышала то, что Валентина Ивановна кричала с учительской, то что его выгонять будет. И родители его обзвонила уже, но это капец. Так правильно Валентина Ивановна сказала. Он у меня, он Анатолия забрал и вел себя неподобающе. Староста великий. Но теперь Анатолий же у меня, так что я буду староста. Его хоть и выгоняю. Тебе что, вообще его не жалко? Вы как лучшими друзьями были. Вот когда тебя выгоняли, тут все переживали. Да кто там за меня переживал? Я когда бомжевал, мне вы даже куска хлеба не дали. В смысле? Я вам деньги дала, за вас болела, вас жалела. А потом вообще и к вам присоединилась ради твоего Анатолия. Ты так отвечаешь мне? Ну спасибо большое, что присоединились. Анатолий тоже говорит спасибо. Спасибо. Ну вообще, мне можно было бы и самому сидеть. А вы мне ничем не помогли. Ах да. Значит ни поддержки, ни помощи больше от меня не жди. Ты что, дурачок? Худрых, а бля. Боже мой, навесил свои черепа, думал, что крутой, нифига подобного. О, здрасте. До свидания. Привет, Дим, у тебя такая кофточка красивая. Спасибо. Ты что, издеваешься? Дим, ты дурачок? Ты как, куда? Уйди. Убери свои руки, сейчас Анатолий будет. Анатолий еще и целует. Копыла недокрашенная. Уйди. Ты что, офигел? Ты сидишь со мной, выйди. Я сейчас буду сидеть тут, ты понял? Тут место Анатолия. Мое место. Там место. Тут сижу я, тут сидит. Коля Анатолий, сядь на место. Падешь, ты тупая. Села на место. Шурак. Девочка. Свардак, что ты стоишь? Иди на место, задолбан. Ты кому это сказала? Блондинка тупая. Ты что, голова вообще рамсы попутала? Села на место, ты как с тобой обращаешься со старостой? Недорезанный, недобитый. Сейчас как сразу дам тебе разголову и сляхать? А ну давай, иди, иди, девочка. Свардак, ты что, короб вообще отзывил? Ты на меня, на трусо. Да нос мой зацой, Вань. Что ты тут будешь делать? А, а, а. Я не получу, скотина. А, а, а. Девочка. Мои пубеццы. Так, Тима. Спартак, ты козел. Все теперь, кто будет меня обижать, будут получать. Как вот этот, однояйцевый. Спартак, у меня же вообще борзометр сбился. Это один, два тебе так повезло. Второй тебе этот не прокапит. Тима. Такой, хорошо. Отбой, отбой, отбой. Давай, высказываем, один, один. Паразан, паразан, давай. Все. Не отмаги? Нет. Еще раз. Будешь со мной сражаться? Больше не. Паразан, пыль. Погрежь. Погрежь. Пирожь. Пирожь. Как маленький. Все, теперь все слушаются меня. Ничего себе. Ни один из наших одноклассников так не мог. А ты маленький и навалял этому, Дмитрий. Да не только Дима получил. Сейчас придет этот, Виктор Олегов. Я ему еще наваляю. Что? Что вы, малолетки? Базар или вообще не пофига? На место, я сказал. Я сказал, на место пошел. Кто на стучал к берегу про меня? Я не стучала. О, Виктор Олегович пришел, наш друг. А где твоя рубашечка, брючки, штанишки? Еще раз, я увижу этот палец, я тебя бит и отобью его нафиг, понял? А ты что, ладно, я и смотрю, да? Ничего, ничего, ничего. Нет, Анатолия, это мой, Виктор Олегович. Ты сказал, что он там, Анатолия? Ну, нет, а вот ты. Я тебе... Ясно сказал. А ты что смотришь? Термоей будет. Виктор Олегович, вам так идет с кольцами на руке? С какими кольцами? А где это? Дрыщ не выделал. Если ты пропашу, то я уже с ним рассталась. Молодец, правильно сделал. А ты что ноешь сидишь? Я на тебя вообще-то обиделся, я не девочка, а пацан. Дим, ты что ты ноешь? Вить, ты такой крутой. Да я такой. А пацаны не обижаются, обижены. Будете по взрослее, скажу. Кстати, где Валюха? Мне с ней надо разобраться. И вообще-то не Валюха, а Валентина Ивановна. А тебя вообще. Вот когда быстро засвета, я тебе скажу, понял? Спартак, вообще-то нехорошо показывать средний палец старшим. Спасибо, Ма. Я тебе сказал еще раз. Я такой увижу. И эту палец тебе в жопу засуну. Понял? Ты с удочком. Иди позови Валюху. Что ты трусишь? Какие удочки? Это вообще-то Дональдар. Тебе сказали, что руль за Валюхой, кабанчиком. В смысле? Не буду ее шаровать. Это он тебе сказал. Да ты предательница кабанчиком обжарывала. Почему я предательница? Потому что ты меня любила. А сейчас так любила. Пошла. Потому что ты меня обижаешь. Просто крой. А Валентина будет меня защищать. Руки. Да, Виктор Олег? Ты сам шуруй, понял, козел? Ладно, Малая, разберемся. А ты с удочками пошел за Валентина Ивановна. Я тебя прощу, твой грубый тон. Хорошо. Еще раз такое повториться, я тебя поцарачниками отсюда выехал. Никуда я не пойду. На. Ну не хочешь ты по-хорошему, хорошо. Ты что, еще раз такое повториться? Все, все, судить. Прости, пожалуйста. Ого. Твоя мама подвесила мне прийти в тебя в школу. Я дома хочу учиться. Я понимаю, но твоя мама сказала мне отвезти тебя в школу. О, привет. О, Витя, привет. Привет, Малая. Ты случайно там Валюха не ела? Мне с ней надо по-серьезски поговорить. Да, ну как бы видела. Я же Даниэля забиралась с дома. Валентина Иванов сказала, что она придет через 5 минут. Хорошо, молодец. Садись. Подождем ее. Хорошо, Эмит, спасибо. А почему посидишь за Валентиной Ивановной столом, если ты должен сидеть со мной? Кстати, я тебе конфетку принесла. Да что вы тут все его слушаете? Ты кто такой, Сайгра? Сейчас придет Валентина Ивановна и заберет тебя на туалет. Я все ей расскажу. И за тебя тоже. Подлица, Галибая. Неправда. Шестерки. Шо я там слышу? Блондинка дырявая желатинка. Значит, слушай мне сюда. Ты. Недородыш. Стакан видишь? Пойдем на писье. Мужчина, ты девочка. Понял? Как на писье, так и не бежишь. Вау. Вить, ты даже без драки разогрелся. Ты такой молодец. Да, Виктор Ильич, вы такой классный. А где Паша? Я просто. Ну вот сиди и где его? Девочки, успокойтесь. Он сказал, что я его. Витя, я твоя. Капец. Вот это ты, конечно, девочка. Некрасивая. На. Это хеоциты. Подарок. Да. Это молчи. Дурак. Слышишь ты, корова? Вообще-то Витя всегда был мой и останется моим. Понятно? А ты идти к своему Димочке. Ёлка без иголок. Идиотка. Арина, а ты парней каждый день меняешь или как? Вот-вот, Ариночка. Не отвечаешь ли на этот вопрос? Цыпочки, вы и так все будете моим. Вчера одна деться в промытью. Ну, короче, не важно. Не женское это дело. Кто хочет в магазинчик сходить? Сдачу оставите себе. Ладно, пойдет в магазин там, который лучше сделает мне массаж. А то рука так затекла, кастетом сегодня так помахал. Хорошенько. Твоя, я курс массажа проходила. Как я сделал массаж? Владимир Лёш? Нет, нет, давайте, я тебе последний массаж делаю. Пока спорьте, я пойду и все. Чем я хуже, чем он, а скажите. Три сучки. Какая начала болеть? Вот эта. Нежнее. Так я и так нежна. Еще нежнее. Вот так вот? Нежнее я сказал. Куда еще нежнее? Еще вот тут, вот тут. Где-где-где? Да, 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 не пальцы от кастета, понял, пальцы. О, хорошо, хорошо. Все, ладно, все, хватит, не трогай. Испачкаешь еще. На. Спасибо, 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 спасибо. Девчонки, кто умеет делать массаж шеи? Шея так заслезает тепло. Я, 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 нет, 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 я. Ты чего? Это капец. Две курицы дерутся за кого-то сруча. Спартак, не стои. Ты вообще сам куда болит? Какой тебе массаж? Харьер. Не, я вообще-то девочек звал. Да мне все равно. А, ты что делаешь? Массаж. Не надо мне такой массаж. Чеши давай. Ну, питу тогда давай. Какую тебе питу? Пошел отсюда. Деньги уже закончим. Вообще побел. Кидай, я тебе его сделал. Ты чего ноги на парту закинул? Я теперь блатной. Нет, класс вообще, бубежит. Где эта Валентина Ивановна? Где ее черти носят? Блин, да нет, ты вообще нормально раздета? Я симой хотела. Я не раздета, я себе купила еще одну хорошую штуку. Я просто на рассыпалке оставила. Привет. Привет. Ну, зацени, как тебе костюмчик? Вообще-то, новый год закончился. Что ты оделась, как елка? Ну, чего, как елка, красиво ведь? Нормально, это что, сдача? Ну да, сдача. Надо оставить себе. Спасибо. Давай на место. Хотя нет, стою. Сделай еще раз пассаж пальцем. Ну, ладно. Парк. Особенно вот этот, подел. Какой? Вот этот? Да. Все, все, хватит. Все, все? Все, все. А, еще. Ну, ничего, все, ладно. Господи, боже мой, вынести мне тазик. Я сейчас блибану. Завидую, молча, не тебе деньги дали. Да какие деньги? Питя, ну, если что, говори мне, я тебе сделаю массаж. Дим, кидай, кидай. Ой, я денег забрал. Извините. Если что, мне говори, я тебе сделаю массаж, но ты мне денежки дашь. Так, Дерина, все. Лерка, иди сделай мне массаж шеи, а то Спартак не умеет. Ты куда? Отстаньте. Ты что, ты нормально? Куда ты идешь? Мы же пара. Да не пара, мы с тобой уже. Я не тебя люблю. Ой. Шея так затепла, давай. Садись. Хорошо. Полежнее. Посильнее. Нежнее. Ну, Виктор Аллегович, я же лучше сделаю. Еще вот здесь левее. Сейчас как дык меня задушит. Ну, ты даешь, малая. Ну, ничего, нормально. И тут плечики, плечики разомни. Ты уже переходишь границы как бы. Силые. Там мышцы забили, что ты меня гладишь. Как теплый. Тут можно погладить. Тут хорошо. И трицепс, трицепс. Чувствуешь? Чувствуешь? Она вот здесь, вот здесь. Класс. Как у мужика, да? Ну, да. Ты знаешь, что? Потому что я божевик. Чувствуешь? Да. Все, все, это все. Та ладно тебе. Все, еще можно. Ну, пальцы еще можно размять. Ну, как тебе мои пальцы? Рабочие такие. Но в плане бить людей, ты же понимаешь. Нравится? Та ладно. Мне сейчас сверху тут шейку. О, да. Все, хорошо. Лучше, чем некоторые делают, да? Конечно, лучше. Еще лучше мне никто массаж не делал. Ну, там была одна тетя Зина, назвали ее. Вот та женщина, то я понимаю. Костя же хрущели. Хрущели, хрустели. Ладно, малая, все, спасибо. Умничка. Шоколадка из меня. Ноги свои убери. Что? Ноги убрали. Сославик, это видео переключилось, да? Да, переключилось. Ты вообще края не видишь. Ты здесь в машине сидишь. Класс по кругу я здесь сидишь. Отошла. Садись. Ты не отмечаешься. Ты не отмечаешься. Ты не отмечаешься. Ладно, я буду своим Славиком к тебе свинти. Какой Славик тебе объяснял? Мама, мама, да? Ну, рассказывай. Кому хочешь, но не мне. Закрой рот. Добрый день, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я не поняла, что ты опять здесь делаешь? О, Варюха. Тоже мне массаж хочешь сделать? Массажем тебя? А ну, иди сюда, я сейчас сделаю массаж. Смотри, ты не запачкаешься. Давай, теперь. Вообще. Обе. Ну ты, девочка, тебя Варюха побила. Телочка. 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 Давай, давай. Витя, а что ты? Витя, а что ты? Витя, а что ты? Нет, нет, нет. Витя, а что ты? Витя, Витя, Витя. Ну, козёл, учитель моего любимого. Вы не обращайте внимания, просто не встал, ну скажите, не успел просто. А он вдруг, во-первых, меня предал, ещё и учитель моего любимого. О, боже мой, это ж не лучше, Дим. Ты вообще рот свой закрой, на бабки побелась. Да ты сам, я бы сказал, не знаю. Молчат, иди. Дурак. Ну всё. Валюха отправил на Мальдивы. Ну что, Дмитрий? Иди сюда, мой маленький. Сейчас с тобой буду разбираться. Иди, иди, иди. Витя, ну я же тебе говорю, что я не хочу. Иди, я не говорю, что я же не хочу. Витя, пожалуйста, ну что... Витя, сюда, я сказал! Ну, Рот, я же вам говорил, я с тобой справлюсь. Тихо, Витя, Витя! Витя, 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 Витя! Всё, иди, всё, иди, всё. Вы с тобой, Витя! Витя, Витя! Народ, народ, народ! Витя! Да как бедно, он вообще всегда... Классный? Да, классный. Он все грани уже перешёл. Он просто взял и избил своего лучшего друга. Дима ему давным-давно уже не лучший друг. Что-то, блин, по-друге подстраиваешься. Села, блин, применяла Славика, значит, на видео, да? Какая разница, вообще-то не Славика, а тебя, по сути, на меня. Какая разница? Меня? Да ты до этого была со Славиками, я уверен. Я тебе говорю, кольца, по-другому. Да всё же, не беси меня. Фу, сам разрушаюсь. И больше не возвращайся. Дисичка. Руки убери от твоей девушки. Пока. Что у меня есть? Какой подкат? Пока твои... Пошёл. Как твои руки. Ну, а не скину. Я расслабляюсь. Как дела, Анечка? Хорошо, Вес. Всё хорошо, Зай. Да. Да. Ну ладно. Как красиво. Спасибо, ведь ты тоже такой сильный. Я очень люблю. Спасибо, я старалась, выбирала. Это твои денежки. Вот, на тебе. Тоже все хорошо слышали. Хорошо. Ладно, девчонки. Хочу я для вас провести такой эксперимент. Выберу лучший из вас. И устрою конкурс. Кто согласен? Конечно. Ты что, блин, вообще? Я же сказала, мы с тобой не падаем. Ну и пожалуй. Я, 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 я очень сильно хочу. Конечно, согласна на эти конкурсы. Не, ну тут и так ясно, кто выиграет. Это, конечно, буду я. Вижу, согласны все. Ну, давайте, девочки, выходите. Теперь мы поддержим. Девочки, успокойтесь, я измеряю. И теперь, почему? Мой отец у двух всего. Ну и ладно, все равно, сажаем всех. Ну и пожалуйста. Кому ты врешь? Ну что, готовы? Готовы. Итак, первое задание. Рассказать состав борща. Ну, Вить, ну какой борщ? Вы думали, что мы тут танцевать будем? Да, я по жизни вообще готовить не собираюсь. У меня будет своя повариха. Ты мне не заматывай повариха. Ты кто будешь? А я буду красивой женщиной. А я буду твоей девушиной. А я буду твоей женой. А я и девушкой. А я буду твоей королевой. Короче, я знаю состав борща. Надо, я попробую сейчас. Вода не спод крана. Сначала мы будем готовить морковку. Я говорила, что входит в состав борща, а не как его надо правильно готовить. Окей? Так, вода не спод крана. Рот свой закрой. Google. Вода не спод крана. Морковка, заткнись. И, Аня, и, и. Ммм, сколько я буду ждать в состав? Одна морковка и лук. И, Витя, Витя, еще картошку и мясо. И, Витя, не спод крана. Боже, заткнитесь курицей. Да, девочки, не умеете вы борща тоить. В смысле, Витя, я же сказала все. Что ты сказала? Девочки, как может быть борщ без капусты? Так они нам не нравятся. Это все не борщ. Я просто забыла, Витя. Витя, ты знаешь, следующее задание, пожалуйста. Ладно, следующее задание у нас будет... Что вы там все выстроились, Бин? Вам не стыдно, что это вас выбирают, а не вы выбираете? Вас трое, а вас выбирают как этот тубоголовый качок. А это ты про кого интересен? Блин, Витя, там, короче, за окном качок проходил, я про него говорил. А, это, наверное, тренер мой. Так, ладно, девочки, следующее задание. Кто умеет шить? Витя, я умею шить. Смотри, вот этот вот костюмчик я завошила, кстати, в колготке тоже. Если хочешь, я тебе могу тоже сшить, чтобы теплее было. Витя теперь в колготках будет. Так, а ну заткнулись там. Дарина, я не понял, о чем ты, но колготки мне точно не надо. Так, девочки, кто еще что может шить? На дурак, кто тебе поверит? Это сама что-то купила. Ничего страшного, вам надо иметь красиво брать. Очень красиво. Я вот умею одежду зашивать, поэтому если ты там с кем-то подерешься и одежду подерешься, то я все зашью. А еще тебе бы подошла балхава, я умею их шить. А зачем ее шить? Она в магазине продается по 5 гривен. Давай, следующее. Ну и как хочешь. Что-то жертвое. Так, Витя, я могу тебе пошить чехолчик для твоей биты, а еще могу тебе пошить, чтобы ты не замерз. Чтобы ты не замерз свитерок, шарфик, шапочку. И если хочешь, если у тебя там есть куча денег, могу пошить тебе тоже сумочку для твоих денег. Вот чехольчик мой бите, приводится там. Ой, свитерок тоже. Ладно, Анька, ты поговори. Витя, в смысле? Посмотри, какая я красивая. Тебе что, нужна эта швея? Ну не такая уж ты и красивая. Я самая красивая, Витюш. В одной красоты мало, Дарина. Правильно, Витя, ты говоришь. Я красивая, умная, готовить почти больше уже умею. Да и шить могу, а ты что? Витя, вот мне очень интересно, как ты девушку себе выбрал? Девушку выбрать нужно по параметрам. Слушайте, мне так хозяюшка и... Девушку надо вообще-то выбирать по талантам. Девочки, все, хватит. Витя уже свой выбор сделала. Нет, девочку я еще себе не выбрал. Лерка, какие у тебя таланты, я это говоришь? Так, ушла, стоп. Ну, вообще-то я умею и танцевать, и петь. Так, смотри. Блин, ты нормально, ну что? Что ты сиделишь перед Нинкой? Непонятно кто. Ты понимаешь, я сказала, у нас не помещается. Витя, ты теперь знаешь, так делать умеет все. Просто у нее чуть-чуть растяжка лучше, но многое это ей не дает. Ну, а сейчас, Дарина, как раз-таки и проверим. Давай на шпагат. Ну, давай, деревашка. Ну, не важно. И ладно, я вам покажу. Растяжку сначала нужно сделать. Ножка левая. Правая. Вот так вот. Давай, давай. Вот так вот. Шпагат, самое интересное. Она еще не растянулась просто. Витя, я так подумала, я, наверное, не буду скидываться уже на шпагалку, потому что сейчас сяду, запачкаю у себя все ночки в моей компотке, а девушка должна быть всегда чистой. Ну, как я пойду потом дальше гулять, что ли, грязно? Поэтому лучше не буду делать, и я стану такой же красивой и чистой. Боже мой, да кому ты втираешь? Видно то, что у тебя ни растяжки, ни подготовки нету, поэтому не надо... Да какая тебе ральница, блин? Большая, я хочу выиграть первое место и быть вместе с Витей. Ты что, вообще? А ты не вообще, я сказала, но больше... Он вас говорит, шкот гоняйте просто. Закрой свой дом. Первое место, первое место. Боже мой, заткнись. Ты заткнись. Ну, видно, что не подготовилась. Анька, давай ты. А, хорошо, я сейчас покажу. Ну, давай, покажи. У тебя, наверное, растяжка еще лучше, чем у меня. Ну, конечно, намного лучше, чем у тебя растяжка. Витенька, я бы тебе показала шпагат. Я и на поперечный, и на продольный могу садиться. Но просто я сейчас в юбке и не могу. Честно, я бы тебе показала. Ну что, девчонки, по итогам трех конкурсов. Так, Дарина, выходи, Лера, выходи. Я буду назначать победителя. Что ты стала вообще вверх от меня? Динозавр. Ну что, Витенька, я победила, да? Я, я, я? Я победила. Да какая же ты? Я тоже я. Витенька. И победителем нашего конкурса я объявляю, конечно же, Ангель. Третьего места. Витенька. Второе место у нас содержит кто же, кто же, кто же это. Ладно, скажите так. Победитель Дарина. Второе место. А, лакушка. Второе место. Спасибо. Ты куда, кремль? Ты что, а? Вашенька. Ты что сделал? Вашенька. Тише, тише. Ты куда? Вашенька. Поспелиться. Нет, валь ты. Куда пойдешь? О-о-о. Все. Пока он уходи. Вообще, кай, не видишь. Ты здесь, в вашей сидишь. Хочешь по груди ты сидишь? Отошла. Садись. Ты не отходишь. Ты не отходишь. Ты не отходишь. Свою славянку, где с Витей? Какой славянку я не объясняла, что у вас? Мама, мама, да? Ну. Ну, рассказывай. Кому хочешь, а не мне. Закрой рот. Добрый день, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я не поняла, что ты опять здесь делаешь? О, Варюха. Тоже мне массаж хочешь сделать? Массажем тебя? А ну, иди сюда. Смотри, ты не запачкай здесь. Давай, теперь. Вообще. Кабель. Витя. Ну ты, девочка, тебя Валюха побила. Витя. Теплачка. Витя. Теплачка. Витя. Давай, давай, давай. Витя, шутить. Держу, Витя. Ой, Витя. Я, я, я. Витя, Витя, Витя. Витя, Витя, Витя. Так, а то не трогай, я хочу ничего. Витя, Витя, Валяйте. А может, не трогайте? Витя, Витя, Витя. Витя, Витя, Витя. Ой, ой, ой. Ой, 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 как живот болит. Сейчас всего вылечим. Я знаю, я знаю. Один рабочий метод получается. Смотри, убери ручки. Вот тут вот надо взять. Так, вот так вот. А, что ты ехал? Зачем? Ну, надавите. Да, того надавить. Эти голубцов накушал все утром. О, 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 о. В свече все утром ел голубцы. Не знаю, мама сказала, скушить я и скушил, дурак, что послушать. Да, да, да. Не надо терять, болит живот очень сильно. Ну все, я больше не буду нажимать. Нет, сдавай. А, ну не надо, ну дари, да. Все, 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 все. О, привет. Опять вы? Не достань уже сосаться. Слышь, малой, ты что приколопался к нам? Какая тебе разница? Вон, сядь, отвернись и смотри в стену. Ай-яй-яй-яй. Я еще знаю, рабочий метод будет тебя разжать и не будет дошли от тебя. Да мне не дошли, вы мне живут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фу, нытик, такой большой ноешь, как девочка себя ведешь. Бартак, ты вообще обалдел. Закрой свой рот, я тебе говорю, у меня живот болит, я в туалет хочу, но не могу. Ну, все, сейчас, 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 все. Ну, что ты к нему приколопался, я буду бы никогда живот не болеть. Ну, видишь, к нему болит. Ну, ничего, сейчас болит. Болит, он очень. Сейчас, приятно, сейчас не будет болеть, все будет хорошо. Спартак, не лезь не в свое дело, а? Смотри, не обострись здесь в классе, а то вонять сильно будет, мы здесь не высидим. Спартак, еще одно слово, я тебе не поздоровится, понял, я тебе таких... Он понял, он понял, он понял. Уложи, сложи, сложи, сложи. Все, все, реши. Ну, ты можешь не лезть, угомонить, видишь, ему плохо. Спартак, еще одно слово, я тебе капец, понял. Понял, понял, понял. Меньше напрягайся, а то сейчас реально обосрешься. Дима, 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 ну что ты к нему лезешь, ну ты еще в клуб, он летал, на тебя, блин, ударил так, мало не покажешься. Димочка, как хорошо. Ой, всем привет. 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 Нет, нету этого бандюгана, с пацанами на улице дерется. А Лерка с ним? Нет. Это хорошо. Ай, как больно. Димочка, ну хватит, сейчас таблетка поможет, и животик не будет болеть. Да уже час прошел после этой таблетки, да нифига не помогает. Сейчас поможет, ты начнем, можешь сразу так, ну, быстро подействовать? Угу. Димка, что случилось, что ты ноешь? Ну, это как девка, животик у него болит. Спартак, Спартак, ну скажи мне. Ну скажи, ну пожалуйста, ну что ты хочешь мое спорить? Ну спорить, ну зачем, ну оно тебе надо. Димка, спойте, спойте, спойте. Ну чего, сейчас еще сильнее живот будет болеть. Аааа, как больно. Ну зачем такое болеть? Вот она на меня плохие слова говорит, я не тетя, сам. Спартак, не говори на него плохие слова. Ааа, я заходил. Всем привет. Привет. Всем здорова. Привет, Вить. Ай, парт. Давай, здесь. Что, она сломана? Что, не могли партовать у меня? Где этот ручь? Пускай парт. А если для Паши, то он с Ольгентом Ивановной еще не переходил. И, кстати, садись ко мне, у вас же там парта вроде бы сломанная. В смысле, к тебе. Вообще-то мы с Витьей встречаемся, и будет он сидеть со мной. Ничего страшного, что парта чуть-чуть поломана. А мне здесь удобно. Ну и как хочешь. Он все равно с тобой не будет встречаться долго. Он со всеми здесь уже перестречался. А с тобой тем более не затянет. Что, опять осталась одна? Дуреха. Я не осталась одна. Может, мне так тем более комфортней. И вообще, что ты лезешь на свое дело? Все, я больше не могу терпеть. Мне фиг было как будто убежать. А что с этим случилось? Видел меня и обосрался, или что? Конечно, ты же такой большой, грозный. Как тебе не испугаться? Да, Дима, правда, в самом деле стало офигово. Потому что он утром додумался взять и съесть эти голубцы. Еще, скорее всего, жирные. Я ему таблетки-то дала. Но ему все равно легче не стало. Он, кстати, на уроке, наверное, целый урок просидит в туалете. А ты можешь вот ко мне присесть. Местер с ним. Тут еще Анатолий есть. И парта не шатается. Вот, нормально. Они тоже там. Да не, я здесь буду сидеть. Ребята, мне такой сон приснился. Это вообще просто капец. Вы сейчас так охренеете. Сплю себе, никого не трогаю. Приснился мне Дима. Он, короче, стал собакой. Ого. Да это не смешно, блин. Я говорю Димон. Он такой. Димон. Охренеть. Ого, как интересно. А у тебя сны цветные были? А какая собака была полосатая, там, лысая, пушистая? Какая полосатая? Это только тигр полосатый. Был, ты дурак. Я с Витей разговариваю. Сам ты дурак. И вообще, что там тебе еще снилось? Мне правда очень интересно послушать. Слушай, Аня, отвянь вообще. А что дальше было? Мне тоже очень интересно. Правда интересно это услышать? Да. Ну ладно, короче. Потом появился Паша. Где он появился, хрен его знает. Ну, короче, он превратился в Мурзика. И начал мяукать. Давал всем лапку. Просил, чтобы его за ушком почесали. Такой мяу. Мяу. Интересный. Это трындец какой-то. Да, вот это, конечно, сон. Если бы у меня был такой кот, как Паша, он бы у меня занял пол моей комнаты. Да что там пол моей комнаты? Он бы мне всю комнату занял. Капец. Вот бы мне такие сны снились. А что дальше-то было? Ах, ну как больно. О, нытик. А в технике сходи. Казам, ты нытик, рот закрой. Ай, ну зачем мне это? Приняло. Словарь не трой. Ну ты кончил, блин, если тебе сон забыл. Наш, вот, блин, как заболит, Наш. Нет, я хочу тебе помочь. Да че, твоя таблетка мне не помогла. Сейчас, я знаю, еще тебе помочь. Ну подожди, ну подожди, если это сейчас. Ой, Наш. Ну подожди, немного. Погодите, сбользите, вы выйдете в скорую. Дарина, Алина, в твоем чумодане нету, случайно? Чумодане. Да ладно, ну в аптечке твоей нету витаминчиков С. Мне для формы надо просто поддерживать форму, сама понимаешь. И это... И что ты с этим нытиком вообще возишься? Такая красоточка и вот эта... Красоточка? Стоп, стоп, Дарина. А ну еще раз так сделай. Да не трогай меня, подожди. Что сделать? Там болит живот. Да закрой свой рот, пожалей меня. Пожелей, пожелей. Торчев, вспомнил. Ты лошадью была. Кобылой была, Торчев. А еще на тебя Спартак ездил. У нее такой хвост был. Все равно на хвост грилла. Спартак на тебя ездил, еще так вот тянул. И ты такая... Ну типа... И холо... Ой, точнее, он такой. А ты такая... Ну короче, как лошадь ел. В смысле лошадь? Ты же только что сказал, что я красотка. Да, Риза, ты и так красотка, и так лошадь. Дай лекарство уже свое, ну пожалуйста. Да сейчас я дам, сейчас. Вот, сейчас. Как болезет. Блин, 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 сейчас, сейчас, Димочка, сейчас. Далина, да с таким лечением человек скоро умрет. Такая рука жопая, я в шоке с тебя. Слышишь, сама ты рука жопая. Не лезь, не в свое дело. Так, сейчас, 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 Димочка. Опа. Вот, у Лерки болит. Что ты делаешь? Болит. Вот, чихот. Чихот. Ага, и болит. Слышишь, так. Болит. Ага. Ага. Не лезь, что ты делаешь? Сейчас, сейчас. У Леры болит. У Димочки не болит. Ну и все, на жопную воду болит, но только не у меня. Ну вот, у Лерочки будет болеть, а у тебя не будет болеть. Интересно, кто это лечит живот, Йора? В смысле, у Лерочки болит? Слышишь ты, кобыла? Ай-яй-яй. Слышишь ты, овца, рот свой закрой. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Все, я вспомню. Ты была овцой. Во сне моя была овцой. Это точно. Ты еще бегала, а так правдоподобно, типа. Бе-е-е-е-е. Бе-е-е-е. Никакая не овца, я очень красивая и милая. Да, понятно, ты красивая и милая, но во сне моя была овцой. Ку-ку-ку. Капец. Ку-ку-ку. Овца и стопроцентная лошадь. Ты смеешься? Курица. Рот, сон. Точно, вы все были в моем сне, я вспомню. Анька, ты точно была курицей, я стопроцентно помню. Ты бегала. Ку-ку-ку-ку-ку. И ты яйца не славал. Вот она не реальная курица, а я никакая не овца. Чего? Какая курица? Точно. Я не курица, и тем более курицы не выкорекают, а ку-кают. А ты пришла сегодня в белом свитре, и похожа на овцу, и вообще по жизни ты овца. Ты беги, как курица, ржешь, как курица, и говоришь, как курица. Кто бы говорил, а ты козел, понял? Не, козла в моем сне точно не было. О, там Волша за Геннадио. Кстати, Спартака, где твоя мама? Где-где, на семинаре. Должна скоро приехать. А, ну если увидишь, я передаю привет, Волша. Всем привет. Привет. Ты что делаешь, Павла? Свалил с этого? Спартака, свали. Паша, я здесь сижу. Пашки, сухожи! Пашки, сухожи! Витя! Витя, Витя! Воложи вилку, Паша! Положи вилку, Павло! Витя, я тебе сказала, куда? Я вилку пластмикану сейчас. Паша, у тебя вилку. Шеврит! Иди в медпункт, не трогай его, а ты к директору со мной! Паша, уходи! Ты чё ты малая, я же сказал, что ты мне одна нужна. Но ты вчера в дырную лез. А какой в дырине лез? Ну мало ли-ка мой лез. А ну стой, вверх посмотри. Я тебе какая-то штучка знаю. Ну всё, нормально, тут попало. Ты же мне самая красивая, самая лучшая, ты же знаешь. Правда? Ну конечно, правда. А ты не изменяешь мне? Нет. Только тебя люблю. Я тебе голову оторву. Я тебе говорю, не лезь к нему, ты видишь какой он стал? Ну чё, блин, ты зашла вот, и он сам, прикинь, до этого, до того как ты зашла, он просто... Паша, вот ты постоянно только оправдываешь, я тебе сказала, нет, не общайся, ты понимаешь? Не общайся ты с ним. Ты видишь, какой бандит стал? Бандит, блин, ты идиот он. Он меня просто взял и избил, ни за что. Я ему ничего не сделал такого. Ты для чего ходил занимался карате? Знать читать не можешь или что? Или мне за тебя разбираться постоянно? Ты видел его там, он в два раза крупнее, у него там мышцы, у него там всё. Ничего, напугай его. Чем? Не знаю чем. Кулаками, так он меня и забьёт изо всех сил, как только может. А ты просто показываешь то, что ты его боишься, он так себя ведёт. Понятно? Я не показываю. Сегодня в классе, чтобы собрался с духом и сказал, Витя, я тебя не боюсь и я тебе там... Витя, я тебя не боюсь. Я тебе сделаю, девушку свою надо защищать. Я ему сделаю. Забрала, ты ходишь. Я ему сделаю. Сделай. Дима. А поцелуешь? Дима. Ну можно я тебе? Ну пожалуйста. Дима. Ну ещё можно поцелуать на раз? Нет. Дима. Пошли. Пойдём. Мы теперь как пара с тобой. Мне рычаг тяжёлый. Я понесу, я понесу. Мы с тобой теперь как пара. Дайте мне ещё. Кстати, а вы знаете, что там Витя сегодня подрался? Хорошо, хорошо, да. Дайте. Дима. Пошли. Витя сегодня, понимаешь, они гуляли. Он уже утром нашёл какую-то себе банду и с кем и подрался. А что ты любишь? Шоколадку или хиндер лучше? И то, и то вкусная. Шоколадка молочная. А бургер или ходок? Шоколадка. А цветы какие? Цветы любые. Любые цветы? Любые. Хорошие любые цветы. А мне подать цветы? Да. Да? Да, подарю. Ну ладно. Тешуй. Боже, как меня достала эта Аня. Постоянно лезет ко мне, дерётся. Ещё к этому Вите прилипает. Хотя у него Лера есть. Ага. Ну куда ты побежал? Эй, ладно. Вот. Вот он, видишь? Вот он. Вот он. Собираешься. С силами. Берёшься и вот так. Я не слабее его. Я сильнее. Я умнее. Идёшь и разбираешься. Понял? Я его... Паша, смотри. Так я не поняла это что творится под школой. Я сказала сбитой школы не ходить. Да забирай. У меня ещё есть. Ты что? Ты что? Ты что? Я должна это делать? Так я... Так я его... Мне его тренироваться надо, понятно? Господи. На, иди тренируйся. Всё. А вы быстро на уроке. Ага. Ну вот он стоит, видите? Собственные персоны, значит, да? Вот ты думал, что это всё с рук у тебя сойдёт, да? Нет. С рук не сойдёт. Я тебя как побью, блин. Что ты трусишься, а? Биту увидел, да? Вот. Я тебя как... Понял, да? Ещё леща. Нет? Мало? Добавить? А ну, на. Что ты упал, а? Фу. Что? Ещё добавить, да? На. Получай. Подло. Говнюк. За всё хорошее тебе. На. 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 Понял. Всё, да? Ещё, ещё. Я тебе сейчас зубы побиваю. Смотри, у тебя там уже скол, да? На тебе, получай. Говно такое. А что ты делаешь, Паш? Что? Ничего я не делаю. Я в школу иду. А зачем тебе бит? Иди, короче. А зачем тебе бит? А зачем? А зачем? А зачем ты бьёшь дерево? Я не бью дерево. Слышишь? Хоть что-то расскажешь кому-то. Я тебе... Понятно? Иди отсюда. Что ты мне сделаешь, ты? Иди отсюда. Пенка под задом. Рот свой закрой. Свой закрой. Что, мало, да? Хороший, хороший. Идём со мной в класс. Ну, идём со мной в класс. Те сосиски дам. Идём сюда. Идём ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, мой маленький. Ну, пожалуйста. Иди сюда. Всё. Ты зачем дерево обижаешь? Я всё Валентине Ивановне расскажу. Что ты сказал? А ну, давай, иди сюда. Что ты хочешь от меня? Что хочу? А ну-ка, я расскажу. Отстань из меня. И всё равно Валентине Ивановне расскажи. Встань, встань ко мне. Рыпнешься, ударю, понял? Да, понял. Понял? А ну, иди сюда. Куда убежал? Капец тебе всё. Я сейчас твою тёпу приведу. Беги, беги. Только не плачь. Ещё Витя расскажи, чтобы выходил. Я с ним по разам разберусь. Сейчас скажу. Придёт тебя наваляет. Ох. Ох. Да. Ох. Давай. Ох. УЕФА! УЕФА! Добрый день! Здравствуйте! Что сидим? Где тетрадки? Сейчас достаю. А я пошли домой. Это что? Ты вообще не что? Честно. Анатолий запомнит и мне потом расскажет. Знаешь что? Анатолий придется опять. Я ему там сюда. Он надо мне дать тетрадку. Я вспомнил. Анатолий подарит мне. Не надо так со мной шутить. Понятно? Мне очень хватает шутников. А где он в биле ходит? Второй боится всех. Траться не может. Быстрее, быстрее достанем. Давайте. Подготовительное занятие. Я хожу из-за вас сюда. Добрый день, Лидия Ивановна. Привет, ребята. Лидия Ивановна, где ты прибыл? Я со Святославом ушла от своего дома к школе вообще. А он потом делал и убежал. А я говорю, идем, у тебя сосиску дам. Пойдем со мной в класс. А он, ну, ничего мне не сказал и просто убежал. Анька, на месте с Сятославом тебя тоже убежал бы. Ха-ха-ха. Такое страшное. Дима, что это за выражение в сторону девочек? Аня, какой еще Святослав? Я сказала, думать о куроках. Подготовительное занятие. Да, Лидия Ивановна, вы меня неправильно поняли. Это собачка, песик. Рыженький такой, красивенький такой. Он такой веселый. Прыгает постоянно, всех встречает, гавкает громко. Вот мы с ним подошли до школы, он убежал. Я говорю, идем, у тебя сосиску дам. Он меня не послушал и убежал. Ага, так это собака была. Анька, ты даже пес убежал. Ты знаешь что? Ты вообще себя довидел? Я бы с таким как-то никогда в жизни бы не встречалась. А тем более, даже собака меня провела. А ты за девушкой ухаживаешь до сих пор не научился. Идиот. Анька, ты такой, как ты, я бы точно не ухаживал. А заберу я себе там ухаживаю. Я ей пакетик чая подарил. Правда использованный? Ну ничего, еще заварить можно, правда? Ага, правда. Пакетик чая подарил. Господи, придурок какой-то. Я вообще чай не пью, понял? Так, прекратили. Достаем тетради, Аня. Хожу из завар сюда, понимаешь? Каждое утро сижу на каникулах. Вместо того, чтобы в Карпатах отдыхать, уроки с вами провожу дополнительные. Валентина Ивановна, я вам забыла сказать. Я там видела вашего Пашу. Он там дерево убитый и обзывался на него. Ой, Аня, я знаю. Это я ему сказала, чтобы он подготовился. Потому что он не может собраться, чтобы разобраться с одним нехорошим парнем из нашего класса. Давайте, давайте, в тетради. Здорово. Всем привет. Всем привет. Поехали. 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 Виктор Олегович. Вам не кажется, что вы переходите все границы своим поведением? Мало того, что здрасьте мне не сказали, так еще упали здесь на парту. Хотите спать, идите домой. Лера, раздевайся. Привет, Вак. Да что ты так кричишь, трындец? Витя, может... Не мешай Лере учиться. Сейчас придет один молодой человек, очень сильный, который коронез занимался восемь лет. И покажет тебе, как себя надо вести. Так зачем никуда отойти, если я так тут? Так кто придет вообще? Пускай приходит, сегодня никуда отойти. Ты берешь себе тетрадку, положу. Я тебе мешаю? Ну, я хочу. Отстой. Спасибо. Правильно, Витя, вот так вот к ней задница и надо поворачиваться. Слушай, Ваня, за словами следи. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте. Всем привет. Привет. Валентина Ивановна, вы не представляете, что там было? Ваш этот Павлуша бьет по дереву и тебе Витя сказал, что наваляет. В смысле, по дереву бьет. Шо? Ну, шо, мало получил. Ты кому он там наваляет? Ааа, Витя, Витя. Сейчас я с ним разберусь, блин. Витя, пожалуйста. Что такое? Ааа. Что такое? Что такое? Шесть. Правильно. Все, скоро вернусь. Не скучай. Кто, ты чего? Возле дуба. Возле дуба? Я с ним. Что, сейчас тебе малышенька наваляет. Начну с рук, да? С рук начну. А ноги доломаю потом. Так. Получай. Шо, уже сломался. Вот ты елингий. На, на. О, Хрущ, звал меня? Ну, я пришел, а что дальше? А ну, давай, иди сюда, сейчас посмотрим, кто тут Хрущ, Дрыщ. Заметь, Дрыща меня на тебя не называл. Ну хорошо, сейчас приду. И битую сюда отдал. Я тебя называл, понял? Я сказал битую сюда отдал. Заметь, я столько карте занимался. Да я могу сказать, что это такое? Подходи, давай, что не подходит? Подходи, ну, ну, подходи. Сейчас, куда иду? Подходи, Дрыща. Подходи. Ну, что ты там на меня называл, Дрыща? Сейчас под любитой, я говорю, каратист сильный. Я тебе сейчас сраку набью с другой. Каратист, блин, недоделанный. На, на, посраки, на, посраки. Что ты, блин, пошел? Битую, потерпи. Битую битую. Раз, я сказал! Итак, второй пункт Антарктида. Какие там мысы, кто открыл и тому подобное. Четвертый пункт Антарктика. Мореплаватели, которые там были и тому подобное. Записываем, шо такое? Ну, что она там за шоу-то? Ой, где леван, где леван? Там драка, там драка, там драка, там драка. Кто, кто, кто? Витя, Пашу бьет по голове. Что? Мы его повлушились? Ах, он скотец. Мало ему бы. Ну, что это такое? Ну, как ты мог? Ну, столько же тренировался. Я же видела, видела. Я тренировался, я тренировался. Он как выходит, я сказал Спартаку, чтобы он его позвал. Он выходит, как начинает со мной гоняться. Он там такой отпугай, как подойдет ко мне. Я, блин, испугался. Он за мной бегает. Я там чуть ли это. Ты должен представить, что он маленький зайчик, а ты большой серый волк, понимаешь? И тогда тебе будет в сторону, большой или нет. Что-то зайчик меня слишком как-то может... И главное, думай, вот в голове поставь, что он маленький, а ты большой, понимаешь? Вот как папка. Она же маленькая, держи. А ты думай, что она большая. О, видишь? Тетя, как ты ее носишь, блин? Качаюсь каждый день. И ты занимайся, господи. Не поймешь, а какой-то дрыщ. Она же была легче вчера. Какая же она была? Я просто добавила пару дел новых учеников. Пару дел? Да, пару дел новых учеников. Паша, мне стыдно на тебя смотреть. Отсюда можно убрать дело Вити. И проблемных еще не будет. Не уберем, но я не могу его уволить. Так, о, не твоего дружка битого, не? Какого дружка, блин? Я его... Так, знаешь что, Паша, я... Давай сюда, назад папку. Лобачила. Иди занимайся опять. И не позорь меня. Понял? Какой занимайся? Ну что, мне вообще пистолет нужен. Пистолет нужен? С рогатки стрелять хотя бы научись сначала. Да умею с рогатки стрелять, понятно? Все. Папа. Короче, я вам рассказываю. Смотрю что-то в окно и смотрю, они сначала, ну, толкаются, толкаются. Потом смотрю, Витя, битый, Паша, как зарядит. Паша аж потерялся, встал, раздуплился. Витя дает слева, вот так туда. Кто, Паша Витя? Паша, Витя апперкотиком. Витя, ну, видишь, ну, кабан, дров. Потом, ему право, как дал по кабинету. Тот раздуплился, думает, все, я уже не могу. И начинает его битый, короче, бить. Не, ну, Витя молодец. Бьет, бьет. Битя. Ну, конечно, я бы лучше им навонял. Э, навонял бы. Навонял, реально бы навонял. Навонял. Ой, Дим, ну, еще раз расскажи, я же правильно понимаю, что Витя навонял Паша очень сильно. Что Паша был весь в крови. И битый ему еще настучал, да? Навалял, навалял, но не за тебя. Ты ему нахрен не нужна. Кто бы говорил, вообще свой рот закрой. Сама закрой. Ань, я уже все сказал тебе. Так, подожди, а Витя какой рукой бил? Правый или левый? Какой у него сильнее рука? Да он и правый, и левый. Да при чем тут, Витя? Давай я за себя расскажу. Да, подожди. Я так могу, короче, один раз. Витя вырвал? Витя пройдет. Один раз, я иду, короче, домой. Подожди, подожди. А где Витя так сильно тренировался, что он так классно бьет? У него удар просто такой, бух, вот так, тыщ, тыщ. Вот так побил, правильно, правильно? А Пашка побил. А Пашка просто хруще поплыл сразу. Да я за себя рассказываю, короче. Я, короче, так рассказываю за себя. Как-то раз я иду домой, не кусай мне руку. Как-то раз я иду домой, короче, и на меня три человека, три человека. Я одному так вот, раз, второму так, два, три кемус, ноги. Разворачиваюсь и об стол головой бьет. Там больница, операция. Ну то уже такое. Ты расскажи про Витю, что в итоге Витя? Витя ничего, выиграл, молодец ваш Витя. И то лучше я сильнее него. Если бы я был там, я бы вдвоем навалял. Понятно? Задолбался меня, отравнись. Лапшу вешает и не заикнется. Блин, ты так классно вчера Пашку навалял? Да ладно, что там у Пашки. Паша вообще дрыща. Я вчера с Дракулой дрался, я тебе говорю. Я ему так навалял. А с Антоновичем. Он вообще ко мне похоже. Говорит, Витек, ты что там свои эти права качаешь? Я ему, короче, раз. Он такой бэм, упал, смотри, я такой ну ладно, лежачих не буду бить. Я его добил. Вот, ты такой сильный. Да я очень сильный, смотри как умею. Смотри как умею. Опа. Ого. Сильный? Ты такой классный, Витя. Классный? Да. А еще вот так могу. Оп. И вот пошел. Раз. И два. И три. А теперь ручки. Оп. Ладно, ну как тебе? Классный такой химий. Да ладно, малыш. Будешь со мной, будет все нормально. Запомни. Только попробуешь изменить, сразу тебе дам. Понял? Порвал куртку? Нет. Ничего, новую буду, малая. Тебе изменять? Да никогда. Ага. Да нормально все будет. Чтобы я когда-то кому-то изменял, да никогда в жизни. Посмотрим. Малая, ну ты вообще представляешь, как тебе повезло со мной? Конечно, представляю. Ты же понимаешь, меня все хотят в этом мире, а я выбрал только тебя. Какая мне выбор сделала? Лер, честно сказать, ты особенная. Ну честно, просто, ну. Не хочу лишнего говорить. Ну, ты знаешь, какой я классный, какой я сильный, какой я мужественный, какой я умный, какой я храбрый, какой я смелый, какой я харизматичный. Да, знаю. Ну, то есть, ну, тебе очень сильно повезло. Я знаю. Ну, по жизни ты будешь идти только прям, не оборачиваясь. С тобой? Со мной, конечно. Только попробуй от меня отлучиться, я тебе уже говорил, что ты... Поняла? Поняла. Ну и все. Я вообще девочек не бью, но если... Поняла, да? Би. Шучу, шучу. Наверное. Так, ладно, шучу, все. Шутки в сторону. Ну и что же вы думаете? Я что-то стою, стою, стою. Никого себе не трогаю. Потом опять подходят пацаны. Говорят, а закурить есть? Я говорю, а какой закурить, пацаны? Я же не курю. И подходит один, начинает говорить, что ты меня толкать? Ты что ты меня толкаешь? Прости, пожалуйста. Начинает меня толкать. Я говорю, что ты меня толкаешь? По-моему, берет, кто-то вот так вот, ну, как-нибудь. Левой вот так вот. Бас апперкота. И тебя ударили. Ну, я увернулся. Ну, Витя бы тоже мне, кстати, у меня вернулся. Потому что он же, типа, знает цветочек. И вот он вот так. Вот ему вот так. А ты знаешь ситуацию, когда я с ним подрался, я ему нос разбил? Ты ведь и нос разбил? Я ведь и нос разбил. Вы не знаете ситуацию? Ситуацию. Что-то хорошо. Тебе смешно, да? Короче, он стоит. Говорит, что-то. Дима, принеси мне, не может. Чего кока-колы ему в него дома будет? Я говорю, нет, я же шестерка какая-то поганая. Я говорю, нет, не буду. Он говорит, принес его, я сейчас дома выгоню. Я его беру вот так вот, правый. Правый. Вот так вот, вот так вот, правый. Козли, козли, козли. Все, не говори мне за него, сделай мне и вымеси его. Тю, ну и ладно, подождем. Витя. Тю. Никогда не носите с собой, только тик-токс вы снимаете. С завтрашнего дня все вместе будем делать зарядку. С утра, понятно? В смысле, Форни? Я каждое утро делаю зарядку, каждый вечер. Что? И днем делаю зарядку. Вместе с Анатолием мы подтягиваемся, обжимаемся. Молчи. Подтягиваемся, обжимаемся. Делаем пресс. Спину качаем. И еще, я бы, кстати, и Вите, и вашему, и только Вите, короче, наварял. Понятно? С тобой понятно. Занимаюсь, в секции футбольной гоняют. Дарина, бестолковая, никакой подготовки. Аня, че сидишь? Спартак. Валентина Ивановна, а че вы на нас кричите? Ну, я вот каждое утро смотрю по телевизору, там показываю, как они занимаются, зарядку делают. А я сижу, пью чай, кушаю бутерброд, две бутерброда себе готовлю. Сырочек, там майонезик, колбасочку ем. Че ты ржешь? Закройся. Я вот же столько не ем. Закрой рот свой. Вот, я мысленно с ними, я их там поддерживаю. У меня вот из-за этой, потому что они занимаются зарядкой, я что же, прям, прям вот силачка уже стала. И не кричите на нас. У вас плохое настроение, что ли? Отличное у меня настроение. А вот физическая подготовка некоторых меня смущает. Особенно моего покушеньки. Столько сил, столько денег на него потратила в этих секциях. Что они там делают? В телефонах, что ли, сидят эти руководители. Кстати, где он? Да. Сидеть, я приду скоро. Жопа сегодня будет. Угу. Да я настолько сильный, что я тебя даже вот видишь дерево? Я могу тебя на него закинуть. Не надо, я высоты боюсь. Высоты боишься? Да. Да ладно, нормально все будет. Нет, не надо, Витя. Я прикол покажу. Прикол покажу. Нет, нет. Прикол. Нет, я боюсь. Нет, прикол. Нет, Витя. Витя, я боюсь высоты. Зачем? Высоты боишься? Витя, сними, пожалуйста. А надо отучаться. Пожалуйста, сними. Куда я положил? Сними меня, Витя, я боюсь высоты, пожалуйста. Перебоишься, нормально все. Витя, куда ты сум... Пожалуйста, сними, Витя. Не-а. Пожалуйста. Не-а. Витя, ну пожалуйста, на я боюсь высоты. Прыгай. Нет, Витя, ну ты издеваешься, не страшно. Не смешно, Витя. Что ты Витька? Что такое расстояние? Ну ладно, ноги можно в принципе переломать, и шею тоже можно сломать. Ты издеваешься, зачем ты меня еще больше пугаешь? Ну я реально боюсь, пожалуйста, Витя, сними. Сильный парень, ты тоже должна быть сильной и храброй. Пожалуйста. Давай, прыгай. Нет, Витя. Прыгай, говорю. Витя, пожалуйста, сними, я тебя по-нормальному прошу. Не сниму, не сниму. Витя, ну пожалуйста. Нет. Почему? Зачем? Я боюсь, пожалуйста. Ну сама слазь. Я не могу сама слезть, мне страшно. Я поднял, ты слезай. Пожалуйста, ну Витя. Нет. Павлуша. Павлуша. Витя, я тебя предупреждала. Я звоню в полицию, понятно? Витя, сними меня. Короче, малая, сиди, я тебя потом заберу. Честно. Ну нормально, ветер. Алло, не надо. Все, 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 отбой. Ты посмотри, как побежал. Секунд. Пашенька, ты занимаешься? Тетя, конечно, занимаюсь. Смотри, как я умею. Паша, это что, тренировка или что? Я тебе на народное танце отдам, понятно? Валентина Ивановна, Валентина Ивановна, помогите мне, пожалуйста. Лерочка, знаешь что? Не я тебя туда садила. Вот кто посадил, тот пускай снимает. Хотя нет. Паша, а ну иди Лерочку сними и приходи с ней в класс. А я пошла туда, потому что там такие же лоботрясы, как ты. Без физической подготовки. Паша, Паша, я же твоя девушка, ну помоги мне. Я тебя не буду снимать. Иди Витю своего проси, понятно? Паша, Паша, прости меня, пожалуйста. Я хочу к тебе вернуться. Витя на самом деле никакой. Он всем прет, он никого не бил. Он очень слабый, он никакой не сильный. Он на самом деле всех шокером просто бил и все. Пашенька, помоги, пожалуйста. Правда? Да правда, правда. Пашенька, ты любой всей моей жизни. Пожалуйста, сними меня отсюда. Я сейчас уже умру от холода. Ну раз так, малая, то сниму. Да, Паша, давай быстрее, я сейчас умру. У меня уже ноги, блин, от холода отмерзли. Я сейчас упаду отсюда, давай быстрее, Паш. Ну ладно, ладно, так уж и вы, сниму я тебя. Паша, давай быстрее, Паша. Давай. Ого, что ты такая... Ладно. Паша, так и нет? Да, я очень страшно, все. Давай быстрее, Паша, пошли. Пошли. А я правда такой классный, да? Да, Паша, очень. Прям лучший, классный, крутой. Я знаю. Вот видите, слабак, да? Вот продают мне вот так вот. Да, 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 давай быстрее. А я вот, вон как. Его. Да, сам научу, Паша, пошли. Вот так вот. Так, 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 так. Паша! Так, ну. Да, он такой-то синий. Подожди, я спрям. Паша. Так, и сидим, да? Я же сказала, могли бы встать, хотя бы поприседать здесь в классе. Ничего сделать не можете. Аня, какие булочки, блин, во время физкультуры? Ну, я жду. Валентина Ивановна, ну чего кричите? Знаешь что? Завтра спортивную форму и заниматься здесь. Но тебя тоже спорта касается. И тебя, Дарина, касается. И тебя тем более. Да, ну, Валентина Ивановна, вас пока не было, вы пока вон ушли, своим делами занимались. Мы тоже и поприседали, и вон, поотжимались, побегали еще классно. Побегали по кругу, 15 кругов, я, ну, как мальчик, быстрее все держал. Поотжимались 50 раз, Аня даже 100 присела и отжалась, что Адрина, 150, на спорта 300. Вот так вот, мы готовились. Мы вообще, вот, вот так убрали, вот, начало от партия, потом думаем, ну какой от партия? Это же сильно, сильно, вообще слабо, как-то мы взяли от пола вот так вот так, поотжимались быстро, на кулаках, потом партия, подтягивались. Карнизе подтягивался, и потом, если он упал, мы должны, друзья, отойди, а мы не вовидим. Все хорошо, мы уже все сделали. Да, все хорошо, так что мы готовимся к физкультуре и тоже на любом форме. Ладно, карниз не трогать. Сегодня прощаю. Спасибо. Тетрадь достаем. Давайте, давайте, попривыкались, с булки порославляем. По-хорошему с вами, так вы начинаете на голову садиться, учите. Быстрее, Спартак, быстрее. Тетя, прикинь, да я левку с дерева снял, а она тяжелее, чем ваша папка в раз в то. Ее бы никто не снял, даже Витя. Что он такой, я тебя снял, потому что я качался. Понятно? Молодец, хоть девочке помог. Все, садитесь по местам, давайте, урок начинается. Такой широкий стал, что даже не пролажил. Ох, у Любик уже в классе. Здорово, здорово. Привет. Сними с ударацом кепочек, как клоун. Комика, у меня для тебя подарочек есть. Нарисуем мы тебе носик, усики. Оп. Это песенчик нарисует. Ой, все, красавица, красавица. А что ты, что ты втыкаешь, я спрашиваю? Что ты втыкаешь? Все, стой смирно, понял. Я сказал, стой смирно. Валюхи на место, блин, трындец. Никак себе стул нормально купить не может, уже и разваливается. Что это, бабка, блин? Как пахнет она? Хайф. Это Валюха, блин, трындец, смотри. Все ей не нравится. Она реально как теплый себя ведет. Хотя, ну да, есть он. Я же тебе говорила, что Паша намного лучше на месте. Он взял просто и убежал, и оставил меня там. Лерочка, ну успокойся, зато теперь ты будешь с Пашей, это самое главное. У меня все нато и скупает. Вичка, привет. А ты что не здороваешься? Я вообще-то пришел тебя снимать, тебя там уже не было. Как ты оттуда вообще слезла? Или кто тебе помогал? Знаешь что, я на той ветке просидела 4 часа, я уже к ней примерзла. Да, мне помог один молодой человек. И ты его знаешь. В смысле, блин, молодой человек? Ты что, вообще охренела, блин? То есть ты позволила трогать себя какому-то молодому человеку? Ты знаешь, что так поступает? Я бы сказал, вообще охренела. И какой он красивый, сильный, да? Если спустил такую тушку, как ты, блин. Я тушка, да ты вообще ненормальный. Я вообще-то самая худая в школе, вообще во всем мире я самая худая, самая красивая и самая лучшая. Ты неадекватный вообще? А молодой человек намного сильнее и красивее тебя. У него даже бита есть, получше твоей. Я сказал, рот закрыла. Ты вообще охренела, блин. Какой в жопу молодой человек? Какая бита, блин. У меня есть стволы и есть. Ты знаешь, что вообще произошло? Я пока от ментов там бегал, блин. Ты знаешь, с молодым человеком шастал? Хорошо, я тебе расскажу свою историю. Я в первую очередь думал о тебе. Я тебе и цветы, и конфеты купил, блин. Когда пришел, я хотел извиниться. В первую очередь. Ты вообще охренела, блин. Да ты не только тушка, блин. Ты пошла в жопу, короче. На меня менты... У меня же горло начало с тебя болеть. Вот подъезжай к ментовскому вазе. Я через дерево перепрыгиваю через заборы. Два мента бегут за мной, блин. Я в пакет тыкаю, блин. А он меня почти догоняет. Я руку вытираю, говорю. Не буду выражаться при вас. Ну как ты смеешь ты мне кричать, придурок? Во-первых, Валентина Ивановна отменила полицию. Во-вторых, молодой человек мне все про тебя рассказал. Ты слабак, который никого на самом деле не бьет. На самом деле ты всех просто шокером бьешь. И выставляешь себя крутым, неадекватным. В смысле обменила полицию? От кого я тогда бегал? Витя, вот я тебе верю. Ты так эмоционально это все рассказывал. Вот чистая правда. Вот прям как от сердца тревающий. Говоришь правду всю. Я тебе верю. А Лерка, она просто врет. А она там на дереве просто примерзла. И мозги себе заморозила. А знаешь, кто ее спас? Знаешь, кто? Этот, как его там, Паш. Он даже еле-еле ее с дерева этого снял. А ты молодец. Ты сильнее и красивее его. Ты лучше, чем можешь. У меня сюда лицемерка тупая. Ты вообще неадекватная. Я со мной только что ходила, меня успокаивала. Я тебе по секрету доверила. Зачем ты это все рассказываешь? Тебе делать нечего по всем парням есть. А Паша, он такой уж и плохой. Я его зря променяла на такого, как Питя. Ты что блондинка-то порыла? А кто тебя выберет? А кто знает, что у тебя не волосы, а парик? Никто вообще этого не знал. Вот и все. Сиди молча, блин. Вот Питя правда говорит. Ты лысая и некрасивая. А если с ними что я парик, то ты вообще будешь в страшилище. Вот в темноте тебя увидеть вообще испугаться. Можно от страха и забыть свое имя. Вот свой закрой, тварь. А ты слушай меня сюда. Какой у меня парик? Да и вообще не накрашенная сейчас. Ну, чуть-чуть совсем. Да и вообще, я же говорю, кроме вранья, ты ничего сказать не можешь. Даже про парик сейчас наврал. А ты сразу к Пите начала лезть, как только я с ним рассталась? Нет, ты кваркая. А теперь слушай ты меня сюда. Если ты там парик свой на суперклей приклеила, это не значит, что он можешь не спать, если тебя винуть головой об стену. И знаешь что? Ты двухличная. И ты лицемерка, а не я. А вот Витя правильно говорит. Иди танцуй в этом публичном доме. Девушка легкого поведения. Стыдит клубе тебе место. Поняла? А знаешь что? Еще скажу тебе за Пашу. Паша твой отвратительный. И он вообще фу. Как можно с ним встречаться? Он даже билет назад бросит с кино и попкорн. Посмотри на себя, ты уродина, страшилище. Ты вообще понимаешь, что ты ничто в этом классе? Уходи отсюда. Тебя здесь никто не любит. И Витя всю правду про тебя сказал. Ни одного слова не соврал тебе. И тебя все здесь просто ненавидят. И ты постоянно пытаешься делать себя крутой. А Витя, Витя правда постоянно говорит. Поэтому сидите здесь и молчи. Тогда вообще нет изватки. Если я никому не нужна, то вы скажете, что ты класса, мы лучшие подруги. Почему ты мне отрались, пацаны? Ты, знаешь что, с тобой разговаривайте сейчас больше не буду. Увидимся возле котельника. Привет. Что вы все рвете? Что звучит? Ничего. Это коза наехала на меня из этого козла. Кто значит козел? Ты овца потрепанная, дистрофик ходячий. Глезь. Сиди и не рыпайся вообще, чтобы я тебя не слышал. Ты не... Даже сам, я руки вообще морать не буду. Пачкать я их не хочу. А вот такую, как ты. И я сделал глубокую ошибку, что я вообще с тобой что-то там начал. Ты эти терочки и... Ну, короче. Хотя... Ну и живи теперь с этим. Будешь плакаться ночами, вспоминать про меня. А хрен тебе будет. Ты меня больше не вернешь, даже если сильно захочешь. А ты захочешь меня, другая. Муж поверь. И ты за все свои слова пожалеешь. И я это устрою. Привет, ребята. Вы такое пропустили. Вот эта девочка легкого поведения, овца драная. Она, получается, зависала с другим пацаном. И ей в публичный дом нужно. Да, короче, пошел ты. Придурок не доделай. Дерек. Витя, ты вообще нормальный? Да, нормально. Но он же знает, что говорит. Знает, что она там натворила. Дерек, у тебя в голове не только. Витя, Витя, Витя. А ты неправильно после того, что он у него наехал. Козел. На девочке так обзывался. Димочка. Ни один человек не имеет права со мной так разговаривать. Ну, в этом классе. Короче, не важно. Со мной имеет только моя мама так разговаривать право. Ясно вам? Вообще-то, это коза, Лера. Я в цаплю. Но там я все равно на нее. То есть, я бегал, прыгал через оазики ментовские с букетами роз, с конфетами наперевес, блин, чтобы снять ее с дерева. Она имеет право со мной так разговаривать. А ты что вообще вписываешься? Сиди молча. Да, Витя, что с разговариванием? Просто сказал, что ты плохо с девочкой общаешься. Вот и все. Да, вон она с девочкой общается. Ну, она что-то натворила. И видно, но человек на эмоциях. Конечно, он сейчас будет кричать, на нее угнать. Это нормально. Ты меня уже задолбалась этим, Витя. Я с тобой даже общаться с тебя не буду. Не то, что встречаться. Я буду с Анатолием общаться, поняла меня? Все, ну и ладно, я с Витечкой буду. У него все равно сейчас никого нету. Он сейчас сам. Это что такое? Ты вообще очманил? Ты чем вот ведь все на лбу нарисовал? Скотина такая похоронная. Ну зачем ты его испортил? Значит, так, я тебе вызываю на стрелку, понял? Красиво. Олень, рот закрой. Капец. Ах, на стрелку? Ну, на стрелку так на стрелку, хорошо. Вон, у одного уже бита в жопе застряла. Хочешь, чтобы у тебя так же был? Да я не вытирался. Да я тебя знаешь? Знаешь, что с Анатолием сделаю? Что, что, что? Да ты вообще заткнись. Знаешь, что? Я забыл, понял? Вот ты сиди и молчи. С циклопом. Я вообще-то не с циклопом. Я боюсь красного класса. Мама бойлера он боится, потому что он еще шебуршит и красный. Да, Дарина, я тебе по секрету рассказал, что ты всем рассказываешь. Ну вот, все знают, все, вот видите, правду узнали. То, что тебя мама водит постоянно в туалет. Да не водит она меня, я тебе по секрету сказал. Дур, отстань. Его мама в туалет водит. Дур, это. Да тебе надо в этот. Я с леса. Там все на горшок ходят, как ты. Что? И что и ты на меня говоришь? Никто меня не водит в туалет. Ну, только папу пару раз. А так я везде свет включаю и запожу. Понятно? А ты, а ты, вруняк. Что тут происходит? Что ты плачешь? Лен. Лен, что такое? Там такое... Где там? В комнате. Лас, ну пошли. Давай, ослась. Давай, подсунь. Спокойся. Что произошло? Рассказывай. Что произошло? Сейчас мы будем поступать. Ну давай, что произошло? Что произошло? Он меня обидел. Он сказал, что я жирная, страшная, уродка. И еще и девушка легкого поведения. Ну, короче, Витя, больше так не делай. Пашенька! Новая жертва. А тебе что, мало было? Зачем ты битву оттуда достал? Фу, бери ее отсюда. Я не жертва. И вообще, Витя, я вот с Лерой тебя встречаюсь. Ты к ней больше не подходи. И не обзывай, так плохо, понял? Хорошо? И этот... Я шутился с вами? Ничего. Напари просто. Ты что, не отопаду? Мы что, все сговорились? Да ладно, успокойся, я пошутил. Все. Давай, вернись. И, Витя, давай больше не будем с тобой. И жить мирно. Я не хочу с водой. Ну не хочешь получать. Ну и не надо. Он у меня новенький нарисовался. Красавчик. Это ты вообще про кого сказал? А тебе, Дима. А тебе... Да закрой рот. Если что, Витенька, я не хочу тебя просто бить. Потому что я буду выходить со школы. Проблемы с полицией. А оно мне не надо. И вообще, что там сидишь? Сейчас Валентина Ивановна тебя наваляет тоже. Понял? И блоги тебе наваляют. Понял? Кто бы говорил, Дима, вообще-то у нас в школе и в классе самый лучший и сильный мальчик. И это Витя. Он всем может навалять. А ты слабак. Спасибо, Анька. Ну, как бы все знают мою силу, мою правоту. Это не надо никому ничего доказывать. Что ты там ноешь сидишь? Я вообще-то не ною. Понял? Он, если хочешь подраться, поделить он зерем. Молодцы, стенку попейся. Дима, ну пойди, докажи ему свои силы, что ты сильный. Пойди подери. Захлоперек, сурод, а если хочешь, сама иди с ним дерись. Понятно? Так, Витя, бить девочек не будет. Ну, правильно же, Витя? Я и бить девочек? Да никогда в жизни я их не ударю. Чтоб я когда-то ударил? Да нет. Что я могу максимум сделать девочкам? Так это, подарить цветы. Сводить в ресторан. Ухаживать за ними. Купить новое платьичко. Как-то сделать девочке приятное. Но чтоб так поступать с девочками. Да никогда я тебе говорю. А ты, слабак, хочешь разобраться? Так давай, нытик ты сплошной. Не только и можешь, что трынди. Я не нытик. Мама мне говорила, совершать конфликт словами. А ты сиди и помалкивай, а то получишь. Понял? Нытик. Ах так, да, значит. Ты на своего лучшего друга, хоть и бывшего, но все равно. Так, обзывайся. Держи, Анатолий. Секунду. Козел. Звоним. Мамулькин. Алло. Мамуль, прости, пожалуйста. Иди сюда. Иди сюда. Ты. Привет. На тебя, да? На тебя. Пошел, Спартак, мы увидели как я этого Витька. С левой, нет, с левой, с правой апперкотом. С ноги в голову, он сразу потерялся. Ну, я говорю, Витя, ну давай я не буду с тобой драться. Он говорит, нет, давай до конца. Ну, вы же все свидетели. Паша мне поселил, что помог, но я, конечно, лучше навалял. Я потом после школы увидел, у него так кровь с лба шла. Слышишь, Дима, я что-то другое видел вообще-то. Конечно, другое видел, потому что это я ему навалял. Я сильный, вышел и вот так, так. Потом еще и битой, а вообще ныл сидел. Что? Ты ему побил? Паша, ты дурак? Ты боялся вообще даже выйти, с ним вообще что-то сделать. Битой-то еле-еле бы засунул, и то не факт. Вообще-то я с ней дрался, и вообще, я лучше, чем ты понял. Да кому вы чешете? Это Витя вам навалял, а вы выбежали из класса, а не он. Всем привет. Привет, привет. Короче, Анька, эти два сапуна говорят, что Витьку побили. Вы можете Витьку побить? Вы что, издеваетесь? Да вы слабые. А Витя, наоборот, он сильный, храбрый, умный. А вы что? Особенно Дима. Фартак, рот запрямь, что сейчас получишь. Анька, ты что? Кто там сильнее, кто там храбрее? Я сильнее и храбрее. А вообще-то я ему для начала, так сказать, поддался. А потом пошел в бой и ему навалял. Дима, да ты себя-то видел. Вот ты вот как раз и клюпенький, и хрущавый, как ты там еще себя назвал. Вот ты даже своего Анатолия понести нормально не можешь. Постоянно он падает у тебя и чуть ли не разбивается. А вот Витя, это другое дело. Он даже девушку может свою понести. Ну или вообще всех девушек. И бывшую даже свою насилую, эту адочку, спортивную. Ну да, мою маму. Ты вообще дурочка, что ли? Я не могу даже своего Анатолия поднять. Смотри. Раз. Два. Не, я просто с вами Анатолия, как ты занимался, так же у меня карипатура. Это все с тобой ясно. Я же говорила, что ты хлюпенький. Короче, тебе реально, ну это можно понять, что это я его бил. Потому что я занимался целым деревом. Я так бил дерево, что чуть ли не упало, я тебе говорю. Это вообще, я не было. И вообще, я Леру с дерева снял сам. Да, не бойся, там ветка была на полметра. Ты Леру пихнула, она упала. Каратист недоделанный. Кто, я каратист недоделанный? Да у меня черный пояс по карате, я там спареньки всех ложил. Тебя тут особенно положил, понял? Ты что, забыл, как я тебя возле дерева там чуть ли не побил? А Лера, она была высоко. Ее было тяжело снять. А эта сумка еще выше была на ветке. Паша, какой ты там каратист? Какой там шпагат? Мне вообще-то рассказывали, что тебя на второй день после тренировки выгнали. Потому что не мог в ней на поле срезать. Рассказчик. Ну, было такое, не мог срезать. И что? Тетя мне просто помогла, и все. А меня не выгоняли вообще. Мне сказали, можешь не приходить, но меня тетя привела. Да вообще, какая разница, блин. Ты вообще футболист, ты виден какой-то. Ты, блин, на нормальном вратах стоять не можешь. Ты, блин, мяч ловишь, как, ногами. Я плохой вратарь? Паш, ты вообще обалдел. Я занял 4 первых места за 15 часов. Знаешь, сколько я напрыгался? Сколько я мячей наловил? И отбивал головой, и рукой, и ногой тоже. А ты вообще хрущ. Какой из тебя каратэ? Иди на бальные танцы вместе с Видей. Друзья нашлись. Что один каратист, что второй. Два дебила это сила. Правильно, открывай королеве дверь. Параба, сама дверь не пушит. Тебе что? Привет, Лена. Дима, ты пусти в нем, говорит этот идиот. Что он побил Витю. А ты же сама видела, что это идиот побил. И засунул сам. Боже, вы вдвоем не пушите. Нет, я один побил. Я сильнее, чем Дима. Все, хорошо, молодец. Самый сильный. Паша, рот свой закрыл? Кто так побил Витю, а? Ты сиди помолчи. Я тебе уже рассказывал. Ты меня к нему дал. Ты дал. Подруга называется. Предательница. Я Витина подруга. Да какая из тебя подруга? Ты предательница. Да, и мне ты тоже предалась. Дима, блин, ты идиот. Ты ему ничего не сделала. Если бы не я, то он тебя вообще не сбил, и ты бы умер. Понял? Витя бы тебя никогда в жизни бы не выбрал. Ты ему вообще не пару. Вот сиди с своим Димочкой, там, мирись, целусь. Ишь такое, что я делаю. А я буду с Витей. И на Витю больше глаз свой не ложи. Поняла? Тю, ты вообще понимаешь, что я здесь самая лучшая? Потому что Витя с тобой вообще расстался. Потому что ты ему никто. Ты некрасивая. Ты самая ужасная в этом глазе. Ты видел свои растрепанные черные волосы? Мои длинные, шикарные, мытые, красивые волосы. Блестяще. Какие волосы? Какие блестяще? Тебе сказали с тобой встречаться, а не с этим дурачком. Отвернись. Ты видел себя и Витю? Целуй. Не буду. Ну что, мясо на месте? Иди сюда. Тихо, тихо, тихо. Ты кому это говоришь, я не понял? Тебе. Да какой мне? Я с ним уже разобрался. Тебе, тебе, Башенька. Цыпа, 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 цыпа. Иди сюда, это. Чего я должен идти? Тебе надо, ты иди. Ну и дупо. Помоги. Достань, достань. Мы с тобой забрали. Цыпа, цыпа, цыпа. Мы с тобой забрали. Помоги, не спай. Мы с тобой раз... Да мы с тобой взяли. Я с тобой... Да не круче этого, побери. Знаешь, что не по тебе говоришь. Кого? Дима. Что, где? Он говорит, что не побил, а ты слабый. Бери, не трогай. Как можно, что ты хрущалок? А ну, иди сюда. Витя, кто что-то... Я сказал, сюда подошел. А зачем? Я сказал, извиняйся. А что? За все хорошее, блин. А где, побил же? Я тебе даю три секунды. Раз. Два. Витя, прости, пожалуйста. Я не хотел, я честно, я честно, я не хотел. Нет, я готов встать вот так. И все, что... Нет, нет, нет. А, 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 а. А, а, а. А, а, а. А, 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 а. Что там? Телефон, духи. А, Витя, Витя. Не надо, не надо. Витя, Дима, Витя. А, 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 а. А, 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 а. А, 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 а. Витя, 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 подожди, что уже тянился, Витя? Витя, что мне надо? Ладно, не бью этого жеребца, бля. Вставай, стой, 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 стой. Что? Мне стало больно. Еще раз кто-то на меня пикнет, бля, переломая ноги. Ясно? Паша. Что? Ты хочешь убийство мной? Да, хочу. Тогда Паша не навалял этому Витя. Помнишь, что он про меня сказал? То, что я отца. То, что я страшная. То, что я жирная. То, что я... Нехорошая девушка, поэтому взял биту и пошел. И как я это сделаю? Мне все равно, Паша. Я не смогу. Очень битер на месте, давай и пошел. Вставай, давай. Ты что, больна? Взял биту и пошел. Кто хочет мне листочки на глазах подержать, пока я посплю, на то один листочек сырье падает. Витя, Витенька, я хочу тебе подержать листочки на глазах. Можно я подержу тебе? Ладно, можешь подержать. Ты где там ходишь быстрее? Я тут. Аккуратно. Вот так вот? Да. Ой, Кай. Паша! Что? Долго ждать? Аня, лучше держи листочки, сед пробивай. Я больше держу. Так? Что ты на меня вбалишься? Да я не боюсь, я просто... Мне просто спина затекла у меня, поэтому... Ты мне листочком прямо в глаз тыкнул. Подержи, пожалуйста. Что ты сел? Может вот так вот? Витя, может вот так вот держать? Вот так вот держи. Да? Нет, немного правее. Вот так. Опять солнце пробивай. Вот так. Ну, сверху. Так, еще и дверь можно. Прости, пожалуйста. Да подержи. Вот так. Нет, правее. Аня, трингвец, ну надо тебе на курсы записаться, блин. Поверь, визажист в Тингву. Что за шум, я услышать не могу. А тут к тебе гости, пацаны пришли. К тебе гости. Паша и Димка. Бум! Нет, Лер, ну это капец какой-то. Все, Анька, закрывай меня в глаза, раз будешь, когда Олюха придет. Окей. Анька, закрывай меня в глаза. Я тебе наваляю за то, что ты у меня деньги крал. Булки забирал. О, молодец. Что, Витой играешь? О, привет, Витя. Научи меня, как ты драться. Я хочу тому старшекласснику навалять. За то, что он у меня булки отбирает все время. Да что ты мол, ладно тебе. Давай я ему наваляю вместо тебя. Зачем тебе вообще руки пачкать? А булочку я сам тебе могу купить. Да нет. Ты меня сегодня защищаешь, а завтра тебя рядом не будет. Поэтому, знаешь, вот этого дилду. Ха, дилду. Да я его еще смажу классом, дил. Короче, я знаю его все слабые места. Слабое место у него, это левое ухо. Вот так подходишь и кусаешь за ухо. И все. Он начинает плакать, там это. И ты ему такой, а что ты, а что ты, а ну иди сюда. Чтобы ты мне каждый день булочки приносил. Понял меня? Он такой, да, 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 спарточок, я понял, понял. Я теперь не спарточок, я теперь спартак. Понял меня? Да понял, я понял. Только ухо у него вот так. Как я до него допрыгну? Ну ладно, есть у меня одна секретная техника, работает для всех. Особенно для дилды. Короче, подходишь, берешь биту. Хотя нет, не биту. Забитый тебя исключат из школы. Подходишь, берешь свою ногу. Но перед этим надо размяться, а тут вдруг потянешь нам что-то. Раз, два, три, размялся. Вторую ножку размял, размял. Там ручки потянул. Вот так к нему подходишь. И бом. Понял меня? Ту. Он такой, ау, кукареку. И ты такой, берешь его западу, еще сквенно туда добиваешь и говоришь. Булки сюда, я сказал, булки. И он такой, все, 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 больше не буду. Вот ты такой, ну смотри мне. Ой, это мне подходит. Сейчас получит у меня. Булки гони. Булки гони. Булки. Это не подойдет. Ты себе только ногу повредишь так. И колено снимаешь, вообще мне низк будет. Короче, еще есть одна секретная техника, только не помню мне рассказывать. Вот здесь есть сонная артерия, вот так вот похожа. Резко так. Ту. Он такой, чук. Резко вырубается. А ты его так лещай, лещай, лещай при всех. Понял? Что бы вы... Еще говоришь. Ну что, видели, как я тылду завалил? Видели, как я тылду завалил? И такой. Ну что, Булда, вставай. Он очнулся и говорит. Я не понимаю, что это, кто это? Ты кто такой? А ты ему с колено... Понял, почему? Что ногу не потянуть, не надо там сильно махать. Просто так вот. И он такой. И ты ему так два пальца в нос. Ту. И через плечо вот так вот. Во, ту. И говоришь, что бы завтра мне было сосиска в тесте, пицца. Понял? И сейчас сырную палочку сюда гони. И он такой, все, все, Спардачок, я понял, больше так не буду. А если, короче, не получится, это все просто скажи. Или Витя придет. И все, он сразу. Нет, я, конечно, все понимаю. Но опять же таки. И сонная артерия у него тоже вон там. Давай лучше ты разбирайся. И да, я перезанимался. У тебя есть что-то похавать? Короче, малыш, все понятно. Ладно, булки-то разберемся. Берем тебе булочку. И ходи все время со мной просто. И никакой дыл за тебя трогать не буду. О, всем привет. Привет. Витя, а ты представляешь, у меня старший классик. Вот такого дылда вот у меня видел. Еще одно. Ну ладно, разберемся, тоже за мной ходи. О, спасибо. Все, все, Анюта, задушишь. Так подожди, ты двоих защитить не сможешь. Поэтому все равно кому-то влетит. Пусть она с нами не ходит. Ну, наваляет ей этот дылда пару раз. И все. Э, ты что, вообще, как вообще девушку можно обижать? Я же такая красивая, умненькая, ну, хрупкая. Как можно обижать? В общем, меня как ударит, так я вот так вот. Видите, когда вот так вот пальчиком дотронится, я улетаю сразу. Поэтому ты с нами не будешь ходить. Кому ты вообще нужен? У тебя тем более мама есть, она тебя и защитит. А вот меня бить нельзя. Да, Лид, ты же будешь меня защищать? Ань, во-первых, ты сильно себя любишь. И во-вторых, у тебя тоже есть мама, которая может тебя защитить. Ну, а она же не работает в нашей школе? Ну, да. Да я вас двоих защищаю, нормально все будет. О, спасибо. Аня, я сказал, и ты Адочку, кстати, не трогай. Хорошо, я не буду. Короче, я хочу за Витиной спиной, а ты, Анька, за моей. Да сейчас. Это получается, ты будешь ходить посрединке, а мне будут в спину прилетать? Нет, так дело не пойдет. Я буду ходить с Витиной за ручку, а ты ходи где хочешь, вот чтобы тебя и там убили. Понял? Аня, как я буду драться, если ты со мной за ручку будешь? Смотри, я вот так вот я держу за ручку, а ты трубой рукой бьешь. А и речь же я могу просто отойти и болеть за тебя, чтобы ты выиграл. Зачем болеть? Всем ноги. О, у меня сейчас. Привет. Привет. Где твой жених? Он у меня больше не жених. После такого я с ним общаться больше не буду. Так, все, давайте, девочки, по местам. Хорошо. Витя, спасибо большое. Да не за что. Спартак, иди сюда. Давай биту, и нужно место есть. Все. Бита, детям, не игрушка. О, нормально. Вот это класс. Неужели я тоже так когда-то научилась? Никогда. Ты видишь, ты так круто никогда не научишься пить биты. Свой закрой. Свой закрой. Витя, а ты умеешь еще что-то с битой делать? Конечно могу. Смотри, на меня нападают. И вот, по животу, резко сюда, по голове, бам. Ну, вообще, с битой я так могу по людям бить. Ну, немного мячик там, я даже не знаю, как он называется. Короче, мячик мне кидали. Один раз промахнулся, старший классик по лицу попал битой. Битом выскочило, и он на поле сидел. Неприятная ситуация была, потом у директора сидел. О, я знаю, я знаю, это называется бейсбол. Я там мячики на поле подаю. О, правильно, малыш. Значит, будешь мне мячики подавать, а я буду учиться отбивать. Я тоже могу мячики подавать. Хочешь, я буду тебя подкидывать, а ты будешь отбивать? Максимум, что тебе светит, это убирать за людьми. Да пусть она тоже подает. Тебе вообще ничего не светит. Мне много чего светит на себя. Ты посмотри, идти к своей маме шихалась в бутерброды. Понял? Ты офигела? Да рот всю закрой. Витечка, а можно я поеду с тобой на игру? Я там буду за тебя болеть. Я уверена, ты выиграешь. Я буду тебе помогать, морально буду с тобой. Не, ну вообще, ты можешь поехать, только не только за меня болеть. У нас есть большая команда, братва, называется братики. Вот, надо за каждого из нас болеть. Потому что, если ты не будешь болеть, то, ну, как-то некрасиво будет. Скажут, какая-то девочка-эгоистка за тебя болеет. А я потом буду туда. Не бою. Кто-то ходил здесь, Вишка? Да-да, входил-входил, Димка. Ну, то не важно. Может, реально Аньку не надо брать? Она и правда эгоистка. А вот я, я буду болеть за каждого. За каждую вашу команду. Вот эти братики-братики. За каждого отдельно буду болеть. Нету никого. Да кому ты там нужна? Вот я, Витя, смотри. Я придумала такую фигню. Я для каждого сделаю плакат. Для каждого. Напишу вот вашу команду. И потом имя каждого человека напишу. И буду вот там вот поднимать плакат и болеть, орать как можно больше. И эти, как это, штучки вот такие вот брать, танцевать. Придумаю свой танец. Буду включать песни. Возьму с собой колонку. И вот эта вот стигня, которая свистит. Буду свистеть. Я буду лучше всех. А эта, дружба, тебе не нужна. Знаешь что, Анька, вот тут вот братьки-братики напиши, а потом кофту подними. Хотя тебе там и показывать нечего. А еще, ты хотя бы танцевать научись, а то приедешь там позориться будешь. Позорище. Не, я не понял. А если Димон заходил, то где он делся? Там никого нет. Я сейчас найду этого Димона. Я знаю, где он реально. Нет, я. Ты увидишь, но лучше ж я, да? Я. Нет, я. Ну что, есть? Вот он, вот он. Ну что, где он? Вон там он стоит, вон там. Дима, иди сюда по-хорошему. Никого тут нет. Ну раз никого нет, я пойду пройдусь. Спартак, что ты со мной хвостиком ходишь? Иди на расстояние. Так. Спартак, не мешай. А, нету здесь никого. Нету. Пошли давай. Куда? Идем, класс. Вить, за что? Пошли. Мы же ничего не делали. Ну конечно ничего не делали. Ну прости, ну что, мы же ничего не делали. А можно Витя подъезжать? Ты меня что, боишься? Нет. Я не боюсь. Боюсь, блин, ну все, прости. Все, 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 все. Заходи. Хорошо, хорошо. Заходи давай. Вить, ну что ты на меня опять ходишь? Я тебе говорю, ну вот зачем ты постоянно говоришь, что он тебя победил? Так мы с ним и хотели его побить. Вот так вот взяли уже и биту. Мы настроились, подходим к нему. И не смотрели. Так он, бум. Ты что, вообще или что? Ну вот, и мы испугались, все убежали. Убежали. Девочки сказали, что он никого не обижал. Да он обижал всех. Он, он вообще, его надо исключить из школы нафиг. Знаешь, исключить можно любого. А вот дать читать, надо научиться. Ходишь здесь непонятно что. Так кого надо еще раз к ним подать? Как ты собираешься, где я стусую защищать? Меня, маму. Я вот собирался защитить его, а он... Ничего ты не собирался, понимаешь? Хлюбик ты у меня какой-то. Никакой не хлюбик, понятно? Я за тебя журнал забыл. Иди в класс. Вить, ты это меня прости. Я больше не буду на тебе ничего говорить там плохого. И вообще Пашка все это придумал. А я, кстати, хотел тебя поблагодарить за Анатолия. И мы тогда же спичем, но он был интереснее. Он такой красивый. Такой стройный. Наверное, ты долго рисовал, вырисовывал. Потому что такой... Да ладно, я тебя уже давно простил. Но если тебе нравится звезда у него, но помогу тебе тоже, ты будешь нарисовать. Не надо, спасибо. Ну, как хочешь. А тебе, кстати, Паша с своей тетей. Вот и Пашенька. Сюда иди. Сюда иди. Тетя где? Она была за журналом. Она забыла его в кабинете. За журналом? Да. Пошел, я не хочу больше всего тетей. За тетей? Без тетей не возвращаюсь. Ты меня понял? Ну, я хочу с тобой драться. Что я тебе сказал? Вот видишь, Вить, правый, и правый, и левый. Он нас, вот вы были своими лучшими друзьями. Он нас рассорил. И еще хочу опять сказать тебе спасибо за звезду на лбу. Дим, может хватит уже подлизываться? Витя, ты же ему не поверишь, да? Он просто подлизывается. Он слабак. Он засал перед тобой. Ты же намного лучше его. И вообще такая дружба. Вас Паша вообще не ссорил. Он сам все зател. Он слабак. Это он во всем виноват. Ань, тебе всегда надо свою 50 копеек ставить. Ты ничего не лучше, чем Дима. Сама подъедуешься каждый день к этому Вите. И все. Блин, а ты можешь свой рот закрыть? А еще лучше иди ближе, Анатолия. Поняла? Да, конечно, хорошо. Все ваши Анатолии, все дела. Ну где ты тут правильные ванны? Блин, тут пьян, чем пробка. Лицемерка ходячая. Только про меня и можно два насти говорить. У нее вот просто в голове ничего у меня нет. Лежит. Ну только Витечка, Витечка. Да, Витечка все время виноват. А Пашенька золотой и Мико золотой. Все мы, блин, золотые. Она одна хорошая, да. Пошла жаловаться, блин, я беда. Вот правильно, это лицемерная. Она у меня даже в телефоне написана. Лицемерная кобыла. А как она на насти вонит, когда она мне рассказывает. Звонит и говорит, какие дети плохие блокируют. Там все нормально. Нет, плохие. Вы должны все вместе ненавидеть. И я беда выкинуть ее из класса. Вот так вот. Слушай, Дима, мы, по-моему, один раз ее уже выгоняли. И ты первый просил прощения. Точно, я вспомнил. Меня когда не было, никто меня не предупредил, что Валюка здесь была. Меня нарядили вот этим пупсенышем и дали золотую. И из-за этого я выиграл золотую соску. Хорошо, что я ее в ломбаду, правда, сдал. Ого, а что ты купил себе на эти деньги? Что купил? Бирк купил. А тебя не спрашивают. Не все равно. Правда, интересно, что я купил за эти деньги. Ну, короче, соска была и килограмм золота. Привет. Привет. Вот, иди к своему, Димочке. Давай. Перебила, блин, меня. Короче, соска была и килограмм золота, и я с меня получил до хрена гения. Купил биту. Новый спорт костюм Джордан. Ботинки там все новые купил, но я вам еще не показывал, не приходил в них. Они леди, кроссовки. Купил рогатку. Металлическими шариками стреляет. Короче, пошел я с пацанами на охоту, рассказываю. А, хотели вообще на лисицу пойти, но получилось только коробушка подстрелить. Ну, представляете, какое метки, что по коробушку попасть, это дорогат. И что еще купил? А, нож себе купил вот такой вот. Такой бандитский именно, чтобы крутым типом быть. И кепочку себе буму купил. Вить, что-то я как-то сомневаюсь, что тебе кто-то продал рогатку с металлическими шариками. Этот нож вот такого вот размера. Так где бы ты его вообще нашел? Биту? Ну, биту, ладно, может быть, у родаков стыдил, я не знаю. Дарина, моему дружане все всегда продают. Что? В смысле дружане? Потому что мы с ним лучше друзья теперь. С какого перепугу? Ну, так вот мы с ним померились. Вот это пашка одного забили. А еще, еще. Не знаешь, по-настоящему нарисовал Анатолию звезду на лбу? Звезду? Да, а еще сказал, что мне нарисуют, если я буду много разговаривать. Ну, я тебе много не разговариваю, мы уже не хочу со звездой голубой. Теперь понятно все. Тебе капец. Давайте попробуем решение, это вопрос на Макс. Нет, Валентина Ивановна, давайте вы готово припускаться в твое поведение, отправить в интернат. Там ему надо исправиться, только когда будем разговаривать. Ну, понимаете, это у тебя прикласс. Ну, парень уже приходной возраст, но он хороший мальчик. Все-таки жалоба, да, но вы сможете исправиться, ребенок удачи. Хорошо, под вашу ответственность. Если что, то я не могу. Добрый день, дети. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Дитя. Вы сегодня такая прекрасная, вы так красиво выглядите, вы замечательная просто. О, слишком, вы такая красивая. Ой, реснички сделали, бом, а вам этот цвет так идет. А что случилось с ним? Прекрасный. Какой день сегодня хороший. Об воспитании. Замечательный. Я все уроки на сегодня выучил. Я все выучил, тот же стих, который вы задавали. Я не понимаю, что вы что, шуточка какая-то выучил. Нет, никакой шуточки вы не понимаете. Он выучил всю географию, он все сделал. Я решил встать на путь исправления, я больше плохим парнем не буду, я буду хорошим мальчиком. Что, правда? Честно. А я за тебя, Ивану Мадовичу, только сказала, что ты хорошая мальчик. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...